Всем привет, ребят! 30 марта. Мы сегодня приехали прогуляться в наше любимое место. Погодка сегодня, ребят, очень шикарная. На градуснике на солнечной стороне аж плюс 30 показывают. На улице вообще реально такая весна, даже жарко. Кажется, как лето, будто бы резко наступило. Ночь, ребят, у нас прошла, слава богу, спокойно. Взрывов не было. Были только иногда слышны тревоги. Всех хочу поблагодарить, наших подписчиков, наших зрителей, кто смотрит наш канал. Также кто с миром и добром у нас на канале. Мы сегодня приехали в пансионат прогуляться в наше любимое место. Здесь очень красиво, вам покажем сегодня. Тимочка, он уже по-летнему тоже одетый, можно сказать. Тоненькие свитерочки и... У меня тоненький свитерочек. Такой, на флисике, легенький. Он все равно тоненький, по сравнению с тем, что на П голове постоянно. И жилеточка у него. И такая шапочка вот, уже тоненькая. Травка уже начинает зеленеть. Уже на деревьях, так его сказать, бруньки распускаются. Погодка просто шепчет. Здесь, когда деревья зеленые, то здесь, конечно, намного все красивее. Даже сейчас. Здесь все равно красиво. Наступило что-то. Орешек. Орешек наступил. Здесь зеленая аллейка, круто, конечно, выглядит. Мы в том году здесь гуляли. Летом снимали для вас. Можете пересмотреть. Мне вообще нравится еще там внизу, конечно. Уток. Может они сейчас и есть, посмотрим. Здесь заброшенный такой танцпол. Тополя какие большие, посмотрите. Это ж тополя? Нет. А что это? Это клен? А я не знаю, что это. Ребят, пишите в комментариях, что это тополя или клены. Не сильно понимаю в этом. Ну, видно, что старые. Нет, мы здесь сейчас будем спускаться по этой лесенке. Сына, а ты куда едешь? Куда едет? Вниз едем, скажи, да, сын? Сейчас будем прыгать здесь жабкой потихонечку. И тут цветочки есть. Смотри. Нужен? На. Держи. Ух ты, цветочек какой, да? Там много еще растет цветов. Много. Такой пруд, ребят, заброшенный. Уточек не видно, кстати. Нету, что-то нет. Сынулька, цветочек у тебя? Не плавают. Водичка там, да, водичка. Вышли на такую аллейку, ребят. Нам сегодня написал наш зритель. Зовут его Алексей. Он поделился своей ситуацией. Не очень приятной. Все дело в том, что, говорит, решили эвакуироваться с прифронтовой зоны. Сумской области, говорит. Выехали с женой, с ребенком. Говорит, на границе в Польше, как подъехали, говорит, их не пропустили. Через Польшу. Ну-ка, его не пропустили, вернее. Потому что он инвалид. И ему сказали, что у него срок через три месяца. Нужно проходить перекомиссию по инвалидности, в общем. И вернули обратно. Сказали, едьте, делайте перекомиссию. Потом переедете, ну, проедете, пройдете границу. Жену с ребенком пропустили. А Алексея нет. И он говорит, конечно, было как бы неожиданно и очень неприятно этот момент. Ну, что делать? Говорит, пришлось возвращаться. И теперь будут проходить эту комиссию. Все дела. Там не так все быстро, говорит. Вот. И вообще, говорит, неизвестно вообще потом, получится ли ему проехать. Дадут ли ему, как бы, эту сейчас инвалидность обратно. Потому что там все сейчас серьезно, говорит. В общем, такие и дела, ребят. Птички поют вовсю. Тимочка, нравится тебе цветочек? Давай понюхать, дальше понюхать цветочек. Да, Соня, давай понюхай. Давай. Давай понюхать цветочек. Дай понюхать цветочек. Дай понюхать цветочек. В чем-то листики цветочка обрывает. И зачем листики обрывает? Ребята, тут родничок течет. Такая водичка. Холодная капец. Сегодня бутылочки не брали, а то как приезжали, то часто набирали, тут водичку пили. Чистая вода. Мох, конечно. Она, кстати, зимой и летом постоянно, круглый год течет здесь, не переставая. Ну, пойдемте дальше. О, белочку видели. Смотри, вон побежал. Побежал он. Папа аж пустил коляску и она поехала. Не пустила, а припустил, чтобы заснять, вон белочка прыгает. Смотри, вон белочка побежала. Вон, он уже дерево вон спряталась. Вон, смотри, на дерево побежала, смотри. У тебя есть орешек глини? Нет. Жалко, что нет. Мама тоже опустила коляску. Поехала. Да не прибежит она. Не прибежит. Чудесное место, ребят. Нам очень нравится. Не знаю, как вам. Пишите в комментариях. Любите ли вы загородные такие места, где чистый воздух и спокойно, тихо. Это не змея. Голова желтенькая, мне кажется, уши. Хотя не разбираюсь. Только что и шли, и шли. Чуть не наступила. Чуть не наступила. Дорогу переползала. Не успел заснять. О, смотри. Надо идти здесь. Под ноги смотреть. Конечно. Капец, я все пересрала. Тогда я слышу, завоняло. Зай. Ну, живности здесь такой хватает. Это ж лес, что ты хотел. Аж мурашки пошли. А, да, да. А, да, да, да? Ты тоже переползал? Да, да. Не, он не видел. Да. Я вообще с детства тоже не люблю вот этих змей всяких. Я вообще не разбираюсь с них. В детстве там гуляли, гоняли всяких ужей там. Подростки, друзья, с которыми на детской площадке игрался. В детстве. Я их вообще не любил. Нюхай цветочек, нюхай. Не любил с опаской относился. О, а ты бой затылать. Не, как бы, если ты увидел там его так и на земле, да, там ползает. Ну, ладно. Но другое дело, когда там в воде плавать, это ее тяжело заметить. Зачем? Это уже опасно. Все, цветочком пришел кирдык. Раскидал он, повырывал. А еще что, если будет желтенький? Давай. Вышли. Ребят, тут еще одна речка такая. Побольше уже. Здесь даже такой пляжик. Ветер торгует. Идем уже к машине. Сейчас будем выходить. Центральному входу подложиться. Ну, что-то делают по ходу. Как беседку что-то делают. Ага. Дорогу тут сделали. Видите, непонятно. Будет ли здесь еще пляж. И что здесь будет? Понятно. Понаворачивали земли какую-то. Понадеемся, что пляж сделают получше, чем был. Какие-то ямы понаживали. Они земли понавозили. Наверное, это будет. Это ополонки. Там, наверное, рыбку будут разводить. Не знаю, что там будут. Интересно. Без понятия. Ребят, если знаете, пишите. Рыбок. Света горит. Там будут разводить. Ну, какие-то ямы, да. Я не знаю. Первый раз такое слышу. Ребят, всем спасибо, кто досмотрел. Этот ролик до конца. Если понравился, ставьте лайк. Если нет, ставьте дизлайк. Также пишите комментарии. И не забудьте подписаться на наш канал. Ну, а мы с вами увидимся уже завтра. Всем мирного неба над головой. Всем пока.